В 2019 году Алексея Навального уже номинировали на премию Мини Сахарова, но тогда он не попал даже в шот-лист. Что изменилось с тех пор и почему в этом году это все же стало возможным? Ну, во-первых, увы, к плохому еще больше изменилась ситуация в самой России. И то, что делает администрация Путина агрессивно, агрессивную войну ведя не только против Украины, но и против своего народа, это все больше видно многим политикам в Европейском Союзе и здесь в парламенте. Поэтому в этом году и после того, что было сделано с господином Навальным кремлевскими властями в прошлом году и попытки убить его, и в конце концов арест его и содержание его в тюрьме, все это действительно доказало то, что мы уже видели в 2019 году, что Алексей Навальный действительно является, я бы так сказал, мировым лидером по борьбе против авторитарных коррумпированных режимов. И поэтому он достоин этой премии без каких-то больших здесь обсуждений. Но Алексей Навальный, он все же политик, а премия Мисахарова это правозащитная премия. Сейчас в России правозащитная организация «Мемориал» подвергается притеснениям, гонениям. Не было ли бы логично вручить премию этой организации? Если я правильно помню, то мемориал и лидеры мемориала уже награждены премией Сахарова несколько лет назад. Ну и, по-моему, как-то там два раза эта премия не вручается. Во-вторых, борьба Навального, она связана очень сильно с самыми главными правами человека, правами на демократию, правом на некоррумпированную власть. И то, что он является в некотором плане и политиком, это, конечно, его делает еще более сильным лидером. Это делает его таким лидером, которого боится Кремль, и поэтому и пытается его убить и держать его в тюрьме. И это делает лидером его той России, которая не является Кремлем. И мы всегда должны очень четко помнить, что Кремль – это не вся Россия. Есть другая Россия, символом и надеждой которой является Алексей Навальный. И я уверен в том, что его борьба за другую Россию, за, как он сам говорит, за прекрасную Россию будущего, что она закончится победой. И это будет очень важным достижением не только для самой России, для граждан России, в смысле прав человека, в смысле демократии, но это будет очень важным, и я думаю, что самым важным достижением в 21 веке для всего континента Европы. Потому что это глобально изменит всю ситуацию на европейском континенте. Демократии, как мы видим из истории, демократии между собой не воюют. Демократическая Россия не будет ставить претензии к Украине или кому-то, как усиливать свою защиту и тому подобное. Даже и вопросы о том, насколько нужна какая-то защита, они уже отойдут во второе место, во второй план, потому что тех опасностей для суверенитета государств, граничащих с Украиной, будет гораздо меньше, их не будет даже. Я правильно понимаю, то есть это сигнал в адрес Кремля? Это, конечно, сигнал Москвы, Москва знает нашу позицию, но это и сигнал, и сигнал, конечно, сигнал самому Навальному, его семье, что Алексей Навальный не одинок, мы понимаем значимость той борьбы, которую он ведет, жертвуя собой. Это и сигнал российскому обществу. И что действительно в Европейском Союзе, в западных демократиях мы действительно видим, за что борются граждане России, и мы ищем возможности помочь им трансформировать свою страну, трансформировать в нормальную европейскую страну, демократическую страну, которая будет действительно приносить много-много благ, во-первых, для самого общества России, но и для всей Европы. Во время торжественной церемонии вручения премии имени Сахарова Дарья Навальевна принесла очень проникновенную речь, в которой вполне однозначно подвергла критике политику Евросоюза, называла это заискиваниями с диктатором и предложила все-таки пересмотреть. Скажите, пожалуйста, готова ли Европа, готов ли Евросоюз пересмотреть свою политику в отношении России и ужесточить по отношению к Москве? Ну, я бы так сказал, если бы политика иностранная, политика иностранных дел или политика безопасности Европейского Союза зависела только бы от этого вот дома, от Европейского парламента, так эта политика была бы очень похожа на то, что очень действительно вдохновенно говорила Дарья Навальевна. Ее акцент на то, что, ну, вот эта дискуссия, которая происходит во всем мире, и в том числе и в Европейском Союзе, и в Литве даже у нас достаточно много дискуссий по тому, ну, насколько вот политика в международных делах, насколько она должна быть основана на каких-то ценностях, на ценностях демократии, на ценностях прав человека, и сколько она должна быть практическая. Ну, то есть, вот только бизнес, и там давайте забудем про все эти ценностные вопросы. Она очень правильно говорила, очень сильно говорила. Ну, мы сами это говорим, но не всегда нам, как говорится, не всегда мы можем убедить и лидеров разных стран, что действительно строить свою международную политику на ценностях, это очень и очень прагматически. Потому что, скажем, помощь Европейского Союза России стать демократическим государством принесла бы очень много практических благ для всего Европейского Союза. От вопросов безопасности до вопросов экономического взаимодействия, просто то, что говорится о бизнесе, но для этого Россия должна стать демократической, потому что бизнес с авторитарным государством всегда имеет очень много риска. И поэтому здесь я и говорю всегда, что с моей точки зрения, те, которые акцентируют только вот этот прагматизм без взгляда на ценности и вставят прагматизм перед ценностями, они делают это очень и очень непрактически. А в чем самые большие сложности? Вы сказали, не всегда удается убедить некоторые страны, кто наиболее ярый противник жесткой политики в отношении Москвы. Я бы опять же, я повторю то, что и Дарья говорила, это такой краткосрочный прагматизм, если можно так сказать. Ну вот сегодня есть бизнес, и давайте будем делать этот бизнес. А вопрос про ценности, он всегда требует гораздо более длительного времени. То есть помочь России стать демократическим государством, это займет достаточно много времени. Я не буду здесь как-то гадать, сколько это займет, 5 лет, 10 лет или еще больше. Но и вот в этом и появляется слабость Запада, что он говорит, ну что там будет через 10 лет, мы тут не можем угадать, давайте будем делать бизнес сегодня. И тогда забывать про все ценности. И от этого вот та перспектива иметь хорошее отношение с демократической Россией, которые бы были очень и очень, открывают, которые открыли бы много возможностей и для бизнеса, и для экономики, вот об этом тогда и как-то не получается думать. Мы в Европейском парламенте, я сам руководил вот группой рапортеров, мы подготовили специальный доклад как раз по будущему, как должна выглядеть политика Европейского Союза по отношению к России. Мы там сказали как раз, уже сегодня нужно думать и нужно разрабатывать стратегию, как будут выглядеть отношения между Европейским Союзом и демократической Россией, когда Россия трансформируется уже в демократию. Это нужно не только для граждан России, чтобы они увидели, вот какие преимущества они бы получили, если бы демократия, если бы трансформация в демократию произошла бы в самой России. Но это нужно и для Европейского Союза, для западного мира, чтобы в некоторых столицах увидели, что отношения с демократической Россией будут очень и очень привлекательны и для своего, и для их государства, для их бизнеса и тому подобное, и тому подобное. Как вы считаете, поможет ли премия имени Сахарова ускорить процесс освобождения Алексея Навального? Ну, знаете, я не знаю психологию Кремля настолько хорошо. Я не знаю, как они смотрят как раз на то, что Алексей Навальный награжден этой престижной премией. Я вижу очень много такой боязни, психологической боязни в самом Кремле. Они боятся Навального. И они боятся и того, что Навальный признается западным миром, весь, всем миром, как действительно сильный лидер, борющийся против коррупции Кремля, за права человека. И я не уверен, что Кремль, видя как раз такое признание Навального, не придумает, что нужно Навального еще более глубоко где-то там спрятать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.